МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Можно, только осторожно. В период майских праздников особый режим пересечения периметра Заречного будет снят. Противоэпидемические меры не отменяются. Продление режима ограничения въезда-выезда из города Заречного с 1 мая не планируется. То есть с 1 мая и по 11 мая включительно ограничительных мер не будет. Тележка добра. Зареченцы могут принять участие в благотворительной акции помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Та продукция, которую наши горожане купят и оставят в тележках добра, также будет участвовать в формировании вот этих продуктовых наборов. Большой брат на страже здоровья. Все сотрудники городообразующего предприятия при входе на завод попадают под зоркое око тепловизора. Температура откалибрована на 37 градусов. И если у человека 37 и выше, значит здесь у нас выявляется красный квадратик. И теперь об этих и других новостях подробнее. В Пензенской области постановлением губернатора Ивана Белозерцева режим повышенной готовности продлен до 11 мая включительно. Решение принято в связи с сохранением угрозы распространения коронавирусной инфекции и в соответствии с указом президента России от 28 апреля. Дополнительные ограничительные мероприятия, касающиеся жителей Заречного, а именно въезд и выезд по согласованию с администрацией, новым постановлением губернатора Пензенской области не продлены. Все подробности в интервью главы Заречного Олега Климанова. Олег Владимирович, президент обозначил позицию по поводу того, как мы будем работать и отдыхать в майские праздники. То есть три дня между майскими праздниками обозначены нерабочими днями. Работают те предприятия, которые должны работать, в том числе и органы власти. Но все остальные также находятся в режиме самоизоляции. Вот основной вопрос, который интересует всех горожан. Ну, я думаю, вообще всю страну и всех горожан. Майские праздники. Что будет у нас с режимом пересечения периметра Заречного? Что будет у нас с возможностью горожанам поехать на дачи в деревню? В соответствии с указом президента, губернатором Пензенской области Иваном Александровичем Белозерцовым, выпущено постановление, дополнение в постановление номер 27, которым регулируется вся наша жизнь в текущем периоде. Этим постановлением продление режима ограничения въезда-выезда в город из города Заречного с 1 мая не планируется. То есть с 1 мая и по 11 мая включительно ограничительных мер не будет. Каким образом будет развиваться дальше, сейчас предсказать невозможно. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация по негативному сценарию, по какому-то положительному сценарию. Поэтому, что будет после майских праздников, наверное, будет понятно к концу вот этого периода, о котором мы с вами говорим. Но хочу еще раз обратить внимание наших телезрителей, что снятие ограничительных мер по въезду и выезду ни в коей мере не означает снятие режима самоизоляции. Режим самоизоляции этим самым постановлением не отменяется. Он продлен и ответственность по режиму самоизоляции, по соблюдению всех необходимых мер – это ответственность наша с вами. Олег Владимирович, ну и в продолжение темы вопрос. Будет ли организовано движение дачных автобусов? Если да, то по какому графику, по какому маршруту? Как зареченцы смогут добраться на дачу? Ситуация с дачными маршрутами такова. Здесь очень много моментов, которые нужно учесть. Первый момент у нас на сегодняшний день – это ремонт путепровода. Ремонт путепровода ограничивает возможности движения автобусов в сторону дачных массивов. Остается один вариант – это движение через Ахунский переезд. Мы все понимаем, что движение через Ахунский переезд поломает все графики, которые были у нас установлены в прошлом, позапрошлом, но и далее, и далее. То есть наши автобусы не смогут соблюдать эти графики. И, соответственно, наши жители кроме огромных неудобств ничего не получат. Организовать движение автобусов со стороны монтажного поселка… Мы сегодня туда выезжали, посмотрели. Тоже не получится, потому что площадка, которой можно было воспользоваться, рассчитана максимум на три автобуса и на сто человек пассажиров. А мы знаем, что мы в день вывозим до 4 тысяч человек и используем 15 автобусов. То есть такой вариант не получается. Меры безопасности не будут соблюдаться. Ну и самый главный момент, который нам не позволит на майские праздники организовать движение – это невозможность соблюсти режим дистанцирования. То количество автобусов, которые используются на дачных перевозках, а оно ограничено не только маршрутами, оно ограничено и возможностями автотранспортного предприятия, не позволяет перевозить в автобусах то количество пассажиров, при которым соблюдается этот режим. То есть у нас в автобусе большой вместимости должно ехать максимум 25-30 человек. В то время, когда в обычное время этими автобусами перевозится за один рейс до 100 человек. И это самый главный вопрос, который нам не позволит организовать движение дачных автобусов, потому что мы будем подвергать очень высокому риску наших жителей. То есть в такой плотной массе людей распространение этой инфекции возрастает в десятки раз. Можно простые примеры привести, буквально совершенно свежий пример. Это заражение в дереве, где порядка 50 монахинь одновременно заразились во время проведения службы. Когда они все собираются в одном месте, достаточно одного вируса-носителя и сразу огромное число заражается. Поэтому пойти на такой шаг и допустить массовое заражение мы ни в коей мере не можем. Поэтому граждане могут в соответствии с решением губернатора о начале дачного сезона на своей даче выезжать. Конечно, с соблюдением всех мер безопасности, с соблюдением всех правил, с соблюдением самоизоляции. Но в ближайшие 10 дней они должны это делать с использованием собственных средств. С использованием автомобиля, велосипеда. Пешим ходом у нас очень много людей ходят на ближние дачи. Поэтому пока мы должны пережить вот это в таком режиме. Олег Владимирович, какие-то еще есть в этом постановлении губернатора смягчение режима, снятие каких-то ограничений? Что еще в этом постановлении, то, что касаемо жизни зареченцев и заречного? Ну, наверное, на мой взгляд, еще два важных момента в этом постановлении, о которых я хотел бы сказать. Первое, наверное, как вы, Станислав, и сказали, касается каких-то смягчений, какого-то смягчения режима. Это то, что касается работы парикмахерских. Этим постановлением завтрашнего дня разрешена работа парикмахерских, но при соблюдении определенных условий. Я сейчас не буду их перечислять. Все, кто будут этим заниматься, они их знают, они их должны соблюдать. При соблюдении этих условий парикмахерские услуги могут оказываться. Второй важный момент касается все-таки ужесточения. Это введение так называемого масочного режима. Теперь масочный режим распространяется абсолютно на всех граждан, находящихся на территории Пенинской области, в том числе и города Заречного. И наши жители обязаны носить маски в транспорте, обязаны носить маски в помещениях, куда они приходят, и обязаны носить маски, такое широкое понятие, всеохватывающее, в общественных местах. То есть практически везде наши граждане должны находиться в масках. И я считаю, что это очень важно на сегодняшний момент, потому что мы много говорим о том, что режим самоизоляции не отменяется, он продлевается по 11 число включительно. И вот такое ужесточение, оно как раз направлено на то, чтобы вот эта инфекция как можно меньше распространялась. Спасибо, Олег Владимирович, за интервью. Всего вам самого доброго. Роспотребнадзор подготовил рекомендации для россиян по профилактике распространения коронавируса в период майских праздников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Россиянам рекомендуется продолжать строго соблюдать режим самоизоляции и максимально ограничить контакты, отмечается в материале. Гражданам старше 60 лет и лицам, имеющим хронические заболевания, лучше остаться дома. Для общения и поздравления их с праздниками следует использовать современные дистанционные средства связи, отметили в Роспотребнадзоре. Не расширяйте круг общения, проведите майские праздники с теми, с кем находились в одной квартире на самоизоляции. Избегайте контактов или общения с соседями по дачному участку и компаниями на отдыхе на природе. Соблюдайте социальное дистанцирование, подчеркнули в ведомстве. Число заболевших коронавирусом в России превысило 100 тысяч. За сутки прибавилось 7099, а это на 1258 случаев заболевания больше, чем накануне, сообщает оперативный штаб. С прошлого дня скончался 101 человек, 1333 выздоровели. Общее количество инфицированных по стране достигло 106 498. Прирост за сутки 7,1% в 85 регионах. Умерли 1073 человека, поправились 11 619. В Пензенской области число случаев заражений COVID-19 осталось на уровне предыдущих суток. По состоянию на 30 апреля в регионе зарегистрировано 42 новых пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном портале правительства области. Среди пациентов трое детей, годовалый ребенок и двое 13-летних. Возраст остальных заболевших от 23 до 85 лет. Общее число заболевших за весь период 406. Находится под наблюдением 2845 человек. Снято с наблюдения 7009 человек. По информации специалистов Межрегионального управления номер 59 ФМБР России, на 30 апреля количество зареченцев с подтвержденным диагнозом COVID-19 осталось тем же, что и сутками ранее 15 человек. Выздоровели 5 горожан. Под медицинским наблюдением находится 89 человек. Снято с медицинского наблюдения в связи с истечением срока самоизоляции 373 зареченца. Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев в своем последнем видеообращении отметил рост численности работающих на предприятиях Росатома. Например, ядерно-оружейный комплекс за последние две недели в два раза увеличил численность работников. Сейчас в этом дивизионе работает уже 43 тысячи человек, отметил руководитель отрасли. При этом Лихачев подчеркнул необходимость соблюдения строгих противоэпидемических мер. Одной из них стало введение обязательной термометрии всех сотрудников атомных предприятий. Как померить температуру у тысяч работников? На предприятиях Росатома к этому подходят с использованием самых современных технологий. На проходной производственного объединения «Старт» с недавних пор несут службу не только военные, но и врачи. На вооружении у докторов современные технологии. В помещении установлен тепловизор – устройство для дистанционного измерения температуры тела человека. Стационарно установленный прибор с широким полем зрения позволяет бесконтактно обследовать большое число людей. У каждого входящего в здание тепловизор определяет температуру, которая отображается на дисплее как цветная картинка. Температура откалибрована на 37 градусов. Если у человека 37 и выше, значит здесь у нас выявляется красный квадратик. Мы перемеряем температуру старым, проверенным способом, ртутным термометром. Если все хорошо, отпускаем дальше работать. Если нет, то, конечно, мы отправляем человека домой, для того, чтобы он вызывал врача на дом, для того, чтобы не рисковать здоровьем окружающих. Нововведение позволяет врачам определить потенциальных переносчиков таких инфекций, как ОРВИ, грипп и коронавирус. Вирусное заболевание может протекать бессимптомно. Нередко инфицированный человек не испытывает недомогания, но может заразить окружающих. Выявить таких людей и помогает тепловизор. Когда мы первый день работали, мы выявили достаточно много и перемеряли температуру, четверых отправили. Сегодня, ну вчера даже обратились, чтобы не рисковали, и люди почувствовали, что контроль есть. И сегодня у нас уже такого вот наплыва на перемер, так скажем, уже нет. Планируется, что тепловизор продолжит работу и после окончания пандемии коронавируса. Прибор поможет предотвратить распространение на градообразующем предприятии острых респираторных вирусных заболеваний и других инфекций. Александр Абаимов, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». В рамках общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» по всей стране стартовал благотворительный сбор продуктов для нуждающихся в адресной помощи в условиях пандемии. «Заречный» не остался в стране. В рамках акции в магазинах и торговых центрах города на видном и доступном для посетителей месте устанавливается покупательская тележка с соответствующим информационным плакатом. В ней все желающие могут оставить на благотворительные цели, приобретенные в этом магазине, предметы личной гигиены, бытовой химии и другие товары первой необходимости, а также продукты питания с длительным сроком хранения. «Заречный» присоединился ко всероссийской акции «Тележка добра». Более чем в 20 магазинах и торговых центрах города установлены благотворительные корзины. «Все неравнодушные люди нашего города могут принести и положить в эту тележку нескоропортящиеся продукты, предметы гигиены, моющие средства. И все то, что мы соберем в нашем торговом центре, будет отправлено в помощь малоимущим семьям». Акция «Тележка добра» организована в рамках общероссийского проекта «Мы вместе». В организации сбора и передачи продуктов питания также принимают участие добровольцы городского волонтерского штаба. «По мере наполнения этих тележек наши волонтеры будут забирать эту продукцию и отвозить ее в комбинат школьного питания, который на сегодняшний день занимается формированием различных продуктовых наборов. Та продукции, которую наши горожане купят и оставят в «Тележках добра», также будет участвовать в формировании вот этих продуктовых наборов». Акция «Тележка добра» призвана помочь зареченцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса. Продуктовые наборы будут распределяться по заявкам нуждающихся в поддержке горожан. «Информация есть у нас на официальном сайте администрации в разделе «Коронавирус». По телефону 60 0707 или по электронной почте needhelp2020.mail.ru можно подать заявку, описать свою ситуацию». Стать участником благотворительной акции «Тележка добра» может любой зареченец. Для этого достаточно приобрести и положить в специальную корзину низкоропортящиеся продукты – любую крупу, макароны или консервы. Даже самое небольшое пожертвование станет значимой помощью нуждающимся. Мы вместе сможем сделать многое. Наталья Елистрадова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Во время самоизоляции оплатить жилищные и коммунальные услуги можно, не выходя из дома. Все, что нужно – это компьютер, планшет или смартфон с доступом в интернет. Оплату можно произвести из личного кабинета на сайте единого расчетно-кассового центра по номеру лицевого счета, который указан в квитанции. Для тех, кто еще не освоил современные технологии или желает рассчитаться наличными, работают кассы ЕРКЦ. Кассы ЕРКЦ, расположенные по адресам улицы Строителей 4А и проспект 30-летия Победы 23, будут работать с 4 по 8 мая исключительно, 9 до 17 часов. По вопросам порядка расчета и начисления платы за жилое помещение, коммунальные и иные услуги, вы можете обратиться с 6, 7 и 8 мая в ЕРКЦ или по телефону 60-75-90 с 9 до 17 часов. Еще одно учреждение, которое продолжает работать в период праздников и нерабочих дней – многофункциональный центр. В каком режиме будут оказываться услуги гражданам, сотрудниками МФЦ? Об этом нам подробно расскажет директор учреждения Константин Микеньков. Интервью в студии после рекламы, а пока к другим новостям. В Заречном дан старт торжествам, посвященным юбилею Победы. 30 апреля – памятная дата в истории Великой Отечественной. 75 лет назад, 30 апреля 1945 года, бойцы Красной Армии успешно штурмовали оплот фашизма – здание Рейхстага в Берлине. Взвившийся над немецким парламентом красный флаг стал символом разгрома Третьего Рейха и ознаменовал полную победу Советского Союза над нацистской Германией. Во взятие Берлина и штурме Рейхстага принимали участие и наши земляки – пензенцы. На стенах Рейхстага они оставили легендарную надпись «А мы – из Пензы». 30 апреля 2020 года глава города Олег Климанов, председатель собрания представителей Сергей Рузакин и военный комиссар города Игорь Ермаков возложили цветы к обелиску Победы и почтили память павших минутой молчания. Торжества, посвященные наступающему Дню Великой Победы, продолжились на центральной площади города. Над Заречным развивается Знамя Победы. Это точная копия штурмового флага 150-й ордена Кутузова 2-й степени Идритской стрелковой дивизии. 30 апреля 1945 года, ровно 75 лет назад, флаг 150-й стрелковой дивизии был вытружен над Рейхстагом. Именно этому флагу, пронесенному через шквальный огонь немецких пулеметов, было суждено стать Знаменем Победы. Более 300 копий Знамени Победы по поручению губернатора Пензенской области изготовлены и переданы в муниципальные районы и городские округа региона, в том числе и в Заречный. Официальные символы Победы советского народа над фашизмом украсили главную площадь города и зареченские школы. Я думаю, что для нас эта акция особо значима, так как в школе, помимо общеобразовательных классов, есть кадетские классы. Кадетские классы специально созданы для усиления воспитания патриотического. Это Знамя Победы. Она память о тех наших прадедах, дедах. Для кого-то это живая память. Эта память хранится и в семье директора 226-й школы Светланы Кутузовой. Мой папа, ему было 18 лет. Он попал на фронт. Пять лет тяжелой войны. Вступил в Берлин. Все это его проходило на глазах у парня, которому был 23 года. Потом был Дальний Восток. А потом только возвращение. И вот его воспоминания живы. И сейчас поднимаю это знамя, я поднимаю его не только как знамя, которое передано, но и как память папе и всем тем, кого же с нами уже нет. Украсивший город знамена – это символ нашей памяти и благодарности воинам-победителям, защитившим право будущих поколений жить под мирным небом. Александр Абаимов, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». На улицах Заречного появились новые информационные стенды. Десять сетилайтов, установленных в городе несколько лет назад, обновлены накануне 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В двусторонние конструкции помещены плакаты, на которых представлены исторические факты и фотографии. Одна из сторон посвящена вкладу Пензенской области в дело Победы над фашизмом. Вторая сторона – это пензенцы, герои Великой Отечественной войны, в том числе и наши земляки. Это Федор Филиппович Шабашов, герой Советского Союза, и Федор Петрович Панчин. Что касается вклада Пензенского региона в Победу, то здесь, пробегаясь по страницам, можно отметить и историю оборонных предприятий, и вклад сельского хозяйства, и вако-госпиталя, и эвакуационные учреждения на территории города Пензо, Пензенской области. Это тыловые воинские формирования, то есть те учебные лагеря, которые готовили новобранцев к фронту. То есть история очень разнообразная, очень богатая на события, и это именно та история, которую нам обязательно нужно помнить. Жизнь, посвященная заводу и городу. 30 апреля почетный гражданин Заречного, лауреат премии правительства России Юрий Денисов отмечает 75-летний юбилей. 18-летний мальчишка Юрий Денисов пришел работать на Пензенский приборостроительный завод, и с тех пор вся его трудовая биография связана с Зареченским градообразующим предприятием. Юрий Викторович прошел путь от ученика-токаря до технического директора, главного инженера производственного объединения «Старт». О юбиляре и юбилеях наш следующий сюжет. Случайное совпадение или судьба? Юрий Денисов появился на свет в тот же год, что и атомная отрасль. И именно ей он и посвятил свою жизнь, став одним из создателей ядерного щита страны. То, что его жизнь будет связана с техникой, Юрий Денисов понял еще в школе. Мне повезло. Это, наверное, конец 50-х, начало 60-х годов, уже из прошлого века, было направление в школьном образовании, политехническое образование. И мы начали работать на токарных станках, на фрезерных, в кузнице работали. Я почему-то думал, что я все время буду инженером. У меня и стремление было поступить на инженерный факультет. Но сначала, прямо со школьной скамьи, Юрий Викторович устроился на работу. Я до завода работал еще примерно полгода в колонии строгого режима. Окончил школу, работать было негде. Пошел туда работать чертежником. А потом судьба привела Денисовых в маленький город в Сурских лесах. Отца перевели сюда работать в Заречной. Мы приехали, я оформился в шестой цех на работу учеником токаря. Ну и с тех пор 50 лет на заводе. Эти полвека вместили многое. Ему, рожденному в Победном 45-м, суждено было участвовать в развитии молодой атомной отрасли, призванной защитить с таким трудом завоеванный мир. Вместе с заводом Юрий Викторович прошел путь от выпуска ядерных боеприпасов до разработки и реализации конверсионных программ. То, что касалось конверсионных дел, там был свой интерес, знаете, какой. Если, вот, допустим, по основному производству давали заказ, давали, давали заказ. Я еще раз подчеркиваю, давали заказ. Его нужно было вовремя освоить, качественно освоить. А тут нужно было обосновать то, что я хочу сделать, получить под это финансирование, разработать, выпустить, чтобы был спрос еще на рынке. Начав с ученика токаря, Юрий Денисов вырос до технического директора, главного инженера производственного объединения «Старт». Должностям я не стремился. Я стремился ту работу, которую делаю сегодня, например, делать ее хорошо. У меня это получалось. За 50 лет запомнились 50 лет работы. На каждом участке, на каждом месте были свои прелести, свои трудности, которые нужно было каким-то образом решать, внедрять, делать, осваивать. Юрий Викторович прошел очень большую школу на предприятии. Его отличают большой опыт работы, глубокие технические знания в разных сферах деятельности. Он всегда старался докопаться до самой истины, при возникновении самых разных вопросов при производстве. С ним было нам очень приятно работать, потому что его отличает спокойный характер, его культура, общение, ответственное, запорученное дело. С производственным объединением «Старт» связана вся семья Юрия Викторовича. Вот уже четвертое поколение Денисовых трудится на заводе. Вот отец работал первое, потом я, потом дети, а сейчас внук работает. Во втором цехе доктором. И сам Юрий Викторович не теряет связи с родным предприятием, следит за его развитием, радуется успехам и достижениям. 30 апреля Юрий Денисов отметил 75-летний юбилей. С этой датой почетного гражданина города, лауреата премии правительства России, поздравляют Светлана Теплухина, Вячеслав Юртаев и вся телерадиокомпания «Заречный». 30 апреля в России отмечается День пожарной охраны. Однако для сотрудников этой службы не бывает выходных и праздников. А сегодняшняя ситуация, когда многие люди вынуждены находиться на самоизоляции, лишь добавила сложности в их и без того нелегкую службу. Впрочем, пожарные находят время и для работы, и для хобби. Территория специальной пожарно-спасательной части номер один начальнику службы пожаротушения Андрею Минченко знакома со школьных лет. Будучи старшеклассником, он ходил сюда готовиться к соревнованиям по пожарно-прикладному спорту. Тренировали здесь на башне, изучали как-то технику, нас знакомили с ней. Поэтому выбор профессии, можно сказать, особо не стоял, потому что родители наблюдают за своими детьми и видят, к чему они тянутся. После окончания Ивановского пожарно-технического училища Андрей Минченко вернулся в родной Заречный. Начинал инспектором Федерального государственного пожарного надзора. Потом был переведен на должность заместителя начальника специальной пожарно-спасательной части номер три. Следующим этапом для Андрея Владимировича стал пост заместителя начальника службы пожаротушения. На этом структурном подразделении лежит особая ответственность. Сюда попадают только самые опытные сотрудники. Вся ответственность за все, что происходит в гарнизоне, от горения мусора до крупных пожаров, все проходит через службу пожаротушения. За все мы ответственны и принимаем решения о каких-то действиях. И очень часто именно принимаем роль руководителя тушения пожаров или аварийно-спасательных работ. Именно сотрудники службы пожаротушения координируют и корректируют действия личного состава во время тушения возгораний. Именно им приходится быстро и оперативно принимать решения, от которых зависят жизни людей. Сейчас Андрей Минченко занимает должность начальника службы пожаротушения. Как руководитель он предъявляет одинаково строгие требования и к себе, и к подчиненным. Человек должен быть образцом для личного состава. Он должен быть, во-первых, наставником. И цель службы пожаротушения не просто проверка подразделения. Смысл именно в том, чтобы более опытные сотрудники передавали свои знания. Поэтому, проверяя части и участвуя в тушениях, безусловно, мы передаем опыт, который сами накопились, чтобы более молодые поколения чему-то учились. Хобби и увлечения Андрея Минченко тоже связаны с его работой. Он коллекционирует фигурки пожарных и модели спецтехники. А еще Андрей Владимирович создает своего рода фотолетопись 22-го спецуправления. На его снимках – будние праздники огнеборцев, соревнования по пожарно-прикладному спорту и хоккейные турниры. Фотографирование – это вообще создание, действительно, имиджа здесь и сейчас. И через 20-30 лет эти фотографии будут носить невероятную историческую ценность. И в этом Андрей Минченко тоже видит возможность передачи опыта и информации следующим поколениям своих коллег. Тем, для кого дата 30 апреля – День пожарной охраны России – уже стала профессиональным праздником и тем, кому только предстоит избрать путь огнеборца. Ксения Тризнов, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». Коронавирусная инфекция, колебания курсов валют, цена на нефть – в мире людей в последнее время стабильности нету, как говорил герой одного популярного фильма. Между тем, в природе все идет своим чередом, по своим вечным и незыблемым законам. Уже и трава завоевала территорию, не поддавшись даже внезапному апрельскому снегопаду. И деревья подернулись легкой зеленой дымкой, и птицы начали обустройство гнезд. А еще на некоторых городских улицах зацвела вишня. На деревца, на которых еще не проклюнулись листочки, словно опустилось нежное бело-розовое облако. Природа словно говорит нам – все будет хорошо. Как получить государственные и муниципальные услуги в период пандемии? Как оформить необходимые документы онлайн и получить их? Об этом сразу после рекламы. Смотрите интервью с директором многофункционального центра «Заречного» Константином Микеньковым. Смотрите на нашем канале. Главные события атомной отрасли. Что происходит и почему происходит. Стратегия Росатома и оперативные репортажи. Программа «Страна Росатом». Программа «Страна Росатом». Новости «Заречного» в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях директор многофункционального центра города «Заречного» Константин Микеньков. Добрый вечер. Добрый вечер, Станислав. Константин Вячеславович, ваше предприятие – одно из немногих, которые даже в режиме повышенной готовности все равно продолжают работать и оказывать услуги горожанам. Очень много вопросов возникает. Я так знаю, что и к вам обращаются, и к вашим сотрудникам обращаются. Как получить услугу через многофункциональный центр? Работает ли многофункциональный центр? Если да, то в каком режиме? В настоящее время, Станислав, многофункциональный центр работает в учебном режиме. То есть с 10 до 14 часов с понедельника по пятницу. Мои специалисты принимают прием, ведут выдачу документов и прием тех услуг, которые, скажем так, не входят в перечень, оказываемых на портале госуслуг. То есть в настоящее время мы проводим 11 услуг. Было 10. В настоящее время список расширился. Мы по просьбе администрации, по письмо администрации, включили еще одну услугу. Это выдача разрешения на постоянное проживание на территории ЗАТО города Заречного Пенинской области. Но у вас ведется прием очно или это по предварительной записи, по телефонам, как организована работа? Станислав, прием ведется только по предварительной записи. Телефон колл-центр 65 24 44. Данная информация размещена как на сайте администрации, так и на сайте МФЦ «Мои документы». Но в настоящее время в связи со многочисленными обращениями по регистрации портала госуслуг, подтверждение учетной записи, мы пошли навстречу горожанам. Сейчас выделено дополнительное окно в отдельном помещении, кабинет номер 144 в здании МФЦ «Зеленые 6», где ведет прием специалист по данным видным услугам, по порталу госуслуг, по живой очереди, без предварительной записи. Но каким образом организована работа, если у вас все-таки какие-то ограничительные меры-то существуют, я имею в виду по введенному противоэпидемическому режиму? Обязательно. Значит, в любом случае дважды в день проводится дезинфекция. Все специалисты работают в перчатках, масках. Также обязательное требование является, чтобы заявитель приходил также в этих данных средствах. Без данных средств прием не проводится, не осуществляется. Потому что в любом случае при общении специалиста и заявителя полтора метра вот этот порог не выдерживается. Из-за того, что заявитель должен расписаться, специалист должен удостовериться, скажем так, в личности заявителя, и данное, скажем так, расстояние сокращается. Поэтому необходимо всем быть в средствах индивидуальной защиты. Это в обязательном порядке. Константин Вячеславович, а каким образом происходит выдача документов? То есть ведь есть определенный перечень услуг, когда можно заявить о получении этой услуги на портале госуслуг, и потом уже необходимо получить определенные документы в МФЦ. Как вот этот вот работает механизм? При поступлении готовых документов в МАУ МФЦ специалист на колл-центр обзванивает заявителя, который должен получить документы, готовые к выдаче, и предлагает прийти ему получить документы с 10 до 14.00. Получение документов не требует предварительной записи, потому что эта услуга занимает минимальное количество времени. Поэтому при получении звонка от моего специалиста прошу за получение документов. Скажите, пожалуйста, ведь возникают такие экстренные ситуации, да? То есть можно ли обратиться в МФЦ при возникновении каких-то вот остро жизненно необходимых ситуаций? Ну, всякие бывают житейские ситуации, когда необходимо получить госуслугу именно через МФЦ. Многофункциональный центр. Это возможно или также по предварительной записи? Что, как вы работаете с этим? Нет, Станислав, каждый отдельный, скажем так, случай обращения мы рассматриваем в индивидуальном порядке. То есть, да, я могу даже привести пример. То есть был период, когда МФЦ полностью приостановил деятельность, полностью закончил выдачу, прием документов. Но к нам обратилась женщина, житель города Заречного, которая попала в этот период в такую ситуацию, что продала жилье, но купить не успела. В связи с тем, что мы прекратили прием документов на регистрационные действия. Да, человек действительно попал в очень тяжелую ситуацию, фактически оказался без жилья. Мы пошли навстречу, Росреестр пошел навстречу. То есть мы зарегистрировали эту сделку, приняли документы, и женщина получила свою квартиру, свое жилье. Но, Константин Вячеславович, я ведь уверен, что зареченцы люди особые. И я думаю, что, ну я знаю, вот были у меня тоже знакомые, которые обращаются, ну как бы срочно для них. Но на самом деле срок-то терпит. То есть вот как быть с такими заявителями, для которых вроде бы как это является жизненеобходимостью, но по закону и по всем существующим нормативным актам они могли бы потерпеть. Вот бывают такие ситуации у вас? Ну, Танислав, ну вот приведу другой, противоположный пример. Приходят два многоуважаемых зареченца. И без предварительной записи, ну, скажем так, в безотказном порядке требуют, чтобы мы, чтобы их провели к специалисту. И специалист зарегистрировал сделку по продаже гаража, купле-продаже гаража. Я не думаю, что в данном момент это является жизненной ситуацией, необходимой жизненной ситуацией. Глава города, Олег Владимирович Калиманов, все руководство просит, останьтесь дома, потерпите. Но в таких условиях и регистрировать данный вид имущества, который был куплен два месяца назад, я думаю, просто неразумно. Но в данном случае все-таки здравый смысл восторжествовал после моего, ну, не увещевания, а именно обращения к жителям этого города, и жители решили потерпеть до окончания эпидемии. Константин Вячеславович, и в завершение нашей встречи еще раз давайте прямо вот по пунктам, скажем, зареченцам, что делать, за какими услугами можно обращаться, где можно ознакомиться, и как это делать. Напомним еще раз механизм позвонить, по какому телефону, вот что делать и при каких... Я вас понял, Станислав. Значит, телефон колл-центра 65-24-44, по нему осуществляется предварительная запись. Да, телефон одноканальный, поэтому многие горожане не дозваниваются. С 10 до 14.00 с понедельника по пятницу также можно прийти, ну, что, конечно, нежелательно в данный период, но можно подойти в многофункциональный центр и записаться на предварительный прием в колл-центре. Данная информация о перечне оказываемых услугах и графике работы МФЦ размещена на сайте администрации, на сайте МФЦ, мои документы. И все-таки вы оказываете определенный ограниченный пока сейчас перечень услуг, да? Да, те услуги, которые недоступны на портале госуслуг. Все услуги, которые оказываются через портал, оказываются непосредственно через портал госуслуг. Да, мои специалисты именно ведут данную, скажем так, услугу, регистрируют на портале госуслуг, подтверждают учетную запись, вводят логин, пароль, но все остальные действия, то есть житель города должен совершать самостоятельно. Дистанционно. Дистанционно. Константин, большое спасибо вам за участие в нашей программе. Всего вам самого доброго, здоровья вам и вашим сотрудникам. И вам не болейте. Спасибо. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами и вам. Всего самого доброго и до встречи на канале «Заречный». Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок